Огурчики. Это у нас зазули. Вот такие у нас зазульки висят. Замечательные зазульки. Это салатные огурчики. Их консервировать не можно, но как раз покушать. Вот зазульки. С зазульками все хорошо. С зазульки сажаю. На салат мне хватает. Растут. Надо завязью побрызгать вечером. Сейчас жарко, в жару нельзя. Вечером побрызгаю завязью. А вот кони, они так и не растут. Вот они. Вот они. Ну, что это? Вот на расстоянии. Не растут. Плохо. Уже и удобряю все. Там, конечно, есть огурчики. У них специфичные. Они такие. Мелкая-мелкая колючка такая. Мелкая. То есть они у меня тут вырастут. Такие гладенькие. Мелкие-мелкие черные. Вот такие вот оголочки такие. Когда моешь, в принципе, они сразу уходят. Они здесь такие. Они сейчас ровненькие. Вот я добавила им питание. Они сейчас не как авокадо. Нет. Нет, есть еще вот такие. Ну, пока питание дойдет. Мне вот навоз как бы в прошлый раз положила вот сюда. Кольский. Дальше у меня Маша. Вот Маша. Вот Маша. Тоже такой ровненький, хорошенький огурчик. Здесь тоже и там дальше. Вот. Ну, тянется. Здесь дружная семейка. Ну, вот эта дружная семейка. Ну, скажем, не так, что вот много завязей. То есть много сразу огурцов вместе. И вообще, как бы, у меня проблем нет, что у меня там несколько плетьев. То есть, вот, в принципе, каждый огурец. И вот одна плеть. Каких-то проблем таких, что с плетьями у меня нет. Ну, огурчики есть. То есть, вот собрать сейчас можно. Если вот там консервировать в город взять. Хотя бы там банки 3-4 сделать можно. Вот этот у нас загнулся. Настоящий мужик. Вот. Загнулся. Жду, когда еще будет. Наверное, хочет, чтобы его сорвали что-то. Больше даже огурчиков. Вот, смотрю, я не вижу. Где он еще? Так. Здесь у нас северянин. Северянин вот достаточно дружно. У него редкие шипы, вот видно. И он к кончику, он как бы такой вот белые полоски, очень отличит от всех остальных вот эти беленькие вот это вот место. Вот кончик. То есть, вот он висит. И вот здесь беленькая. И у него редкие такие черные шипчики. И вот наверху огурчик. То есть, вот он на всей длине, в принципе, ну вот тоже завязь. Засухли. Засухли, видимо, не хватает. Надо завязь ее тоже вечером все попрыскать. А здесь помидоры. Здесь они что-то листья вянут. Но если я их отценирую, то вообще успеть мне вполне достаточно. Помидор мне много точно не надо. Здесь начал суворов, по-моему, перец называется завязываться. Он рос, рос прямо как гигант. Вот с меня ростом. Вот теперь только начал завязывать. Ну, буду ждать, что он там. Такие получатся. Здесь баклажан тоже с меня ростом вымахал. Но даже еще не цветет. Но на улице получается у меня лучше получилось в этом году. Ну, здесь тоже другие томатики. Думаю, надо снять, положить, доспевать. Суверянин. А вот там еще китайский изумрудный поток. Что-то у меня так упало. А что, я не знаю. Сейчас покажу изумрудный поток. Изумрудный поток. Вот изумрудный поток. В принципе, неплохо. Вот они такие длинненькие. Потом они наполняются. Ветером полью. Снимаем парочку. Вот такие. Вот это изумрудный поток. И вот огурчики, что самое главное, чтобы они были на протяжении всей плети. Один, два, три, здесь и выше тоже. А то как-то на других внизу там есть, а в низу нет. Вот только суверянин наверху есть по всей плети. И в середине, и наверху. И вот изумрудный поток. Это у нас энд, перец. Понравился мне тент достаточник. Такой. Вот. Там три штучки висит. Потом вот четыре, пять, шесть. И еще вот цветочки. А там вот шоколадный трюфелек. Он и должен быть небольшой. Вот он. Вот он достаточно такой мелковатый, но он такой обильный. Вот он, говорит, коричневый. Потому что он шоколадный называется. Вот внизу в самом шоколадный. Знаете, еще зелененький. Вот так прикольно. Это у нас еще тоже вот шоколадный трюфелек. Он еще не поспел. Тоже. А это у меня, не помню, что за огурец. Наверное, тоже изумрудный поток, судя по тому, какой он длинный. Вот здесь, и вот здесь, и там. Как кувалду такая тянется. Сегодня сорву только на еду, а завтра уже оборву. Здесь потесончик. Вот потесончик. Я его на бумажку положила, чтобы не гнил. Может, подрастет еще немножко. Это пятачок беленький здесь тоже. А вот монетка. Монетка желтенькая. Сейчас я оборву, чтобы не гнила. Здесь есть, конечно, пустоцвет. Но вот там, где желтенькая образуется, вот здесь. Вот этот, вот этот. Вот потесончики. Вот потесончики. Называется монетка. Вон потесончик. Они маленькие, поэтому, конечно, их надо больше. Чтобы уж наесться. А так с одного кустика это очень маловато. Ну, то есть уже перчики начали завязываться под помидорками. Я уж думала, вообще не дождусь. Ну, и там тоже вот есть. А здесь помидоры. В общем, это банановые ноги. Все. Вполне хватает. Если я даже зеленые положу спеть, мне консервации столько не нужно. А так, для интереса, в принципе, что-то получилось. Какой-то опыт с удобрениями получила. Чем подкармливать, какие проблемы. Ну, и так. Все. Пошла. Что-то сил нету в такую зару. Вот покажу еще кабачок хлебосольная теща. Они вот такие круглые. Я уже один срезала. Домой в городку. Вот здесь вот подрос еще один. Здесь еще вот будут вот намечаются. А вот еще монетка желтенькие. Вот эти пятисончики еще монеты желтенькие. Листья-погораж. Так что. Все. Пойду. Потом еще что-нибудь интересное сниму.